Добрый день! Меня зовут Рима. Живу я в городе Рига, Латвии. Сегодня прекрасный солнечный осенний день, хотя и прохладный. Я бы хотела рассказать вам, почему я выбрала школу Кайлас и что такое, что меня в ней очень сильно привлекло. Но, наверное, одно из главных, что мне очень понравилось в школе, это то, что мы в школе вне религии, вне любой религии и вне политики. То есть это два аспекта, которые, наверное, не помогают жить такой жизнью, какой хочется. Потом мне очень понравилось, что в школе есть философия. Философия это о том, как жить счастливой жизнью, радоваться жизни, быть материально обеспеченным, здоровым, иметь хорошее отношение здесь и сейчас. Потом в школе я получила ответы на те вопросы, которые, несмотря на многолетнее образование и пройденный довольно-таки длинный путь в различных очень системах личностного развития, роста, перелопачен очень много литературы. И тем не менее, именно здесь, именно в школе я получила ответы на вопросы, почему мы живем так, как мы живем, и что такое наша жизнь, и как это вообще работает. Тем более, ответы мне понравились, потому что конкретные, основанные на математике, физике, биологии, все очень понятно, доступно и очень круто. Что мне это дало? Ну, во-первых, это дало возможность понять, как я создаю собственную жизнь и как я могу создавать такую жизнь, которой я хочу жить. Вот именно, как это происходит, что надо делать, как надо делать. Главная мантра школы – это радость, радость, счастье, счастье. Да, первая ступень я проходила 9 месяцев. Я ее слушала много раз, я ее всю законспектировала, делала практики, наблюдала. И потом как-то вдруг так вот, хоп, и все получилось. Денег в семье стало больше, отношения с мужем, ну, очень хорошие, доверительные, теплые, нежные, несмотря на то, что мы очень долго уже вместе. Никто в семье не болеет, что тоже очень радует. Потом появилась возможность поменять квартиру с 63 квадратных метров на почти 90 в очень хорошем районе, где чувствуется ветер с Балтийского моря, спальный район Риги, который самый близкий к Юрмале. Потом, как, что еще? Ну, изменений было очень много. За прошедшие два года столько всего поменялось, что сразу все не вспомнить. Но все, все абсолютно, все изменения были в хорошую сторону, добавили мне счастья и радости в жизни. У меня появилась возможность учиться. Я вообще очень люблю учиться и именно изучать то, что приносит пользу мне и моим близким. Ну, не только нам. У меня появилась возможность помогать другим людям. В разрешении у Андрея Андреевича я проводила семинары, дала немножко философии и практик. Сейчас у меня есть счастливая возможность наблюдать за тем, как это работает на людях, как они меняются, как они становятся спокойнее, счастливее, как они могут сохранять вот это вот радостное спокойствие внутри себя. Появился новый круг общения с удивительными, уникальными людьми, которые мне и пишут в фейсбуке, и звонят по телефону лично. Ну, когда-то, ну, кто просит совет, кто помощи, ну, кто с чем. Ну, приятно очень с ними общаться. И потом школа еще дает возможность заработать. Причем зарабатываю я не работая, а просто как-то деньги приходят сами. Они меня очень радуют. Так легко и свободно. Еще у меня за это время моя старшая дочка тоже ученица школы Кайлас. У меня муж ученик школы Кайлас. У меня средняя дочь ученица школы Кайлас. Две мои подруги, одна из них в Литве. Очень много людей, которые, глядя, что это реально работает, то есть происходят в жизни реальные изменения. Ну, начали следовать моему пути, что меня тоже очень радует. Еще у меня родилась внучка, которая проходила первую ступень, будучи в животике у своей мамы. И посвящение там получили, и практики проходили. Я смотрю сейчас на этого ребенка, ей уже 9 месяцев. Она такая вот радостная, любопытная, с очень хорошим аппетитом. Но Андрей Андреевич говорит, что если аппетит у ребенка хороший, то ребенок будет богатым. Ну, что и вам желаю.